Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Сегодня мы с вами дождались очень важного события, к которому шли очень долго, поскольку надеемся, что оно станет очень важным для американского доллара. Ну, наверное, по-другому и быть не может, потому что сегодня инаугурация Дональда Трампа, официальное вступление в должность президента Соединенных Штатов Америки. Произойдет это в 10.00 по времени Вашингтона, соответственно, какие-то серьезные движения нам стоит ожидать примерно в 5-6 часов по московскому времени. Хотя, поскольку мы говорим о столь важном событии и есть вероятность того, что первые указы со стороны Дональда Трампа последуют уже через несколько часов после того, как он вступит в должность, Я думаю, что рынок уже сейчас начнет показывать динамику и закладывать определенные ожидания, в том числе и в ценовые позиции американца. О долларе мы говорим всегда очень много, строим свои зачастую даже избыточные ожидания, но понимаем, что фундаментально наш взгляд, основанный на долгосрочном росте, он имеет все необходимые и базисные для этого предпосылки. О долларе мы, разумеется, поговорим чуть подробнее, когда перейдем к паре доллара японской. Ну, начнем мы, как и всегда, с рынка черного золота. И здесь я снова поднимаю настроение тем трейдерам, которые, как и я, делают ставку на ослабление этого актива. Клоу вчерашнего дня 54.17, сейчас актив торгуется с небольшим повышением 54.38. Но, в целом, динамика остается коррекционной, уже отошли мы от локальных максимумов, претендуем на то, чтобы пробраться все-таки в район 53 долларов за баррель. Это моя личная цель по бренду. Очень хочу поторговать на дальнейшее снижение, но пока рынок находится в зоне довольно широкой консолидации, пока остается только копить себе фундамент. Ну, те, кто хочет рискнуть, уже давно продают нефть и вместе со мной, опять же, добавляют в копилку вот этих факторов для ослабления все новый-новый фундамент. Что интересного было вчера? Вчера Международное аналитическое агентство представило доклад, который подтвердил тот факт, что регионы, поддержавшие договоренности ОПЕК по сокращению производства, выполняют взятые на себя обязательства. Это так. И объемы поставок со стороны ОПЕК снизились уже на 320 тысяч баррелей в сутки. До 33,05. Я сразу напоминаю вам то, что завершенным полностью этот договор будет только в том случае, если объемы коррекции снизятся до 32,5. То есть, больше полмиллиона баррелей еще нужно снижать. Однако, даже несмотря на ту поддержку, которую мог получить бренд по факту публикации этого доклада, мы все равно увидели то, что актив оказался под давлением. Связано это было с тем, что повышательное ралли тут же было ограничено, опять же, скепсисом, нервозностью рынка, ожиданиями того, что объемы производства будут увеличиваться в США. Это не просто голословное заявление. Это также то, что опирается на статистику, на последние данные от администрации аналитической информации, в частности, на комментарии американских нефтяников, которые были сделаны на форуме в Давосе. И мы знаем даже по статистике то, что сланцевое производство, оно растет. И в этом месяце прибавят еще больше 40 тысяч баррелей в сутки и окажется выше 4,5 миллионов. То есть, производство США, по сути, единолично в рамках данной страны покрывает то сокращение производства, которое идет со стороны ОПЕК. Поэтому все-таки скепсис на рынке крепчает, и этот скепсис еще поддерживается прочим фундаментом. Вот сегодня утром были опубликованы данные по китайской статистике. Я думаю, что кто-то из вас уже обратил внимание на эти данные. Может быть, кто-то нашел еще один сигнал для продажи и правильно сделал. Потому что, судя по отчетам, промышленное производство в Китае в прошлом месяце снова просело с 6,2% до 6%. Показатель ВВП за четвертый квартал снизился с 1,8% до 1,7%. То есть, китайская экономика по-прежнему находится в состоянии жесткой посадки. То есть, негативный фактор для будущих показателей спроса для всего рынка углеводородов. И поддержал еще наш настрой отчет официальный от Минэнерго. Запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 2,3 миллиона против прогноза сокращения на минус 0,3. Если в прошлый раз статистику от АПИ проигнорировали, американского института нефти, то сейчас статистику от Минэнерго предпочли уже отыграть. И я надеюсь, что с этим фундаментом мы с вами будем торговать и сегодня, и перейдем плавно на следующую неделю. Под закрытие сегодняшнего дня я советую обратить внимание на отчет Бейкер-Хьюз. И уверен, что мы увидим очередной прирост. Значит, котировки нефти могут оказаться под давлением еще и локальной статистики. И я очень надеюсь, что если в прошлый раз по факту выступления Трампа доллар не вырос, то сегодня он подрастет после инаугурации. Если это случится, то цены на сырье также будут вынуждены отступать. Наша цель по Brent, как уже отметил, 53 доллара за баррель с возможностью ухода еще ниже. Российская валюта 59,67. Видели мы котировки 60, но не оказались выше. Я допускаю то, что сейчас велика поддержка еще налогового периода. Ну и может быть трейдеры хотят получить более-менее четкий сигнал того, что цены на нефть корректируются не просто так в формате локальной коррекции, а это нечто большее, чем просто проторговка. Может быть формирование нисходящего тренда. И если Brent доберется до 53, я думаю, что у многих будет такое понимание. А значит мы увидим котировки выше 60. Цель ближайшая 62-63. Евро против американцев. Пожалуй, здесь стоит остановиться чуть подробнее, потому что главный валютный риск вчера был главным. Не только по статусу своему валютному, но и с точки зрения тех отчетов, которые были опубликованы. Вчера мы следили за заседанием Европейского центрального банка. Как и ожидали, процентные ставки без изменений. Основная процентная ставка на уровне 0. Ставка по депозиту минус 0,4%. Что касается комментариев, еще до выступления Трампа, ЕЦБ сделал акцент на то, что ставки будут крайне низкими на течение длительного периода времени. И то, что возможно сохранение программы количественного смягчения дальше, чем конец 2017 года. Я считаю, что, скажем, вскоре решение мы официально уже получим от Европейского центрального банка. То, что эти стимулы жизненно необходимы для европейской экономики. Что касается конференции Марио Драги, то он еще раз подтвердил то, что политика остается аккомодационной. То есть адаптируется ко всем меняющимся на внутреннем рынке условиям. То, что инфляция сейчас растет, но это основной показатель инфляции. И он опирается на базовые условия. А вот что касается базовой инфляции и общего индикатора, она по-прежнему далека, конечно же, от цели в 2%. И, к сожалению, сам Драги не обозначил оптимистичного настроя по поводу того, что мы увидим в этом отчете динамичный прирост. В связи с этим Драги допустил то, что при ухудшении конъюнтуры, и в том случае, если отчет снова будет отяготеть к более низким значениям, ЕЦБ готов рассмотреть возможность новых экономических стимулов. Я ждал этот комментарий, потому что считаю, что он может быть таким долгосрочным фактом влияния на евро с точки зрения слабости. Потому что анонс, либо вербальные пока что обещания новых стимулов, это, конечно же, то, что может создать хорошие условия для долгосрочной продажи евро и постепенного снижения пары евро-доллар ниже отметки 1.05. Драги отметил то, что все эти экономические стимулы работают на текущий момент, действительно поддерживают внутренний спрос, и пока не обсуждается возможность выхода из них. Потому что если бы Европейский Центральный Банк принял решение более досрочного выхода из программы QI, я думаю, что еврозоне пришлось бы не сладко. Адаптироваться к условиям без поддержки со стороны ЕЦБ валютный блок вряд ли бы смог, особенно в контексте тех серьезных сдвигов, которые идут с точки зрения политической стабильности. Также хочу отметить, что драги действительно допускают возможности ухудшения экономического прогноза, поэтому всем трейдерам рекомендуют быть сейчас крайне бдительными. И тем оптимистам, которые верят, что еврозона уже нащупала основания для восстановления, это на самом деле еще не так. Я расцениваю выступление драги как мягкое. И, соответственно, считаю то, что мы можем, получив поддержку еще от растущего доллара, использовать фундамент со стороны еврозоны, чтобы опять двигаться к нашей цели, которую я уже обозначал неоднократно. Доллар японская иена. Вчера была довольно волатильная торговая сессия, сейчас актив торгуется пара на отметке 114.73. Поддержку доллару будут продолжать поддерживать и оказывать данные по инфляции. Ястребийный комментарий от Джанет Йелли. Ну, еще вчера было несколько отчетов. Это заявки на пособие по безработице 234 тысячи. Хороший релиз против прошлого 249 тысяч. И еще изменение числа жилых новостроек. Плюс 11.3 против прошлого спада минус 16.5. Контраст, конечно же, серьезный. Ну и не забывайте о том, что сегодня у нас Трамп. Я надеюсь, что сегодня все-таки он сможет пролить в каком-то ключе свет на реформы, связанные со снижением налогов. Опять же, увеличением расходов на инфраструктурные проекты. Будет говорить и о бюджетном стимулировании. И в меньшей степени затронет вопросы усиления протекционизма. Если мы получим сегодня такую риторику, тогда доллар завершит неделю на очень хорошем, высоком уровне, на таком, на мажорной носе. И с этими настроениями мы с вами перекочуем уже на следующую неделю. Будем покупать пару дальше с целью в 120. Фунт против американца. Здесь основной фундамент по-прежнему это резонанс от выступления Терезы Мэй. Напомню, что ее конференцию расценили как позитивный знак, потому что она приняла решение провести голосование по поводу Брекзита сразу в обоих палатах парламента. Значит, то, что удастся выработать единое соглашение, единое решение без промежуточных каких-то итогов. То есть все страны ЕС и все те, кто заинтересован в полномерном, последовательном и прозрачном выходе Англии из состава ЕС, выработают солидарную, единую позицию. Это очень важно. Соответственно, мы сейчас можем делать ставку на то, что какой-то позитив в отношении фунта сохранится. Но это для тех трейдеров, которые сейчас хотят в моменте искнуть. Я пока держусь в стороне этой пары, потому что понимаю, что прежде чем дойдет дело до 50-й статьи, пройдет еще не один месяц, то есть много воды утечет. И, может быть, Тереза Мэй забудет о том, что она говорила. Важное событие. Следующее. Это вторник предстоящий, где нас ожидает решение Верховного суда Англии по поводу того, есть ли у Терезы Мэй единоличные полномочия, чтобы инициировать эту статью. Напомню, что разбирательство идет по вопросу того, может ли Тереза Мэй запустить процедуру 50-ю статью, инициировать ее, либо на это потребуется согласие парламента. В общем, ждем вторник, посмотрим, как рынок отреагирует на это. Но пока краткосрочно я вижу потенциал для роста фунта. Но рекомендовать с конкретных значений покупать эту валютную пару, собственно, так же, как рекомендовать продавать, я пока не буду. Давайте дождемся реакции на сегодняшнюю инаугурацию Трампа, посмотрим, где фунт закроет неделю и вернемся к этой паре уже в понедельник. Доллар канадец растет. Сейчас котировки у нас 1,33. 200 пунктов остается до нашей с вами ближайшей цели 1,35. Я надеюсь, что вы присоединились к этой сделке. Новостной фон не меняется. И более того, сегодня у нас из отчетов 16-30 хроничные продажи по Канаде и данные по инфляции. Я уверен, что сегодня мы увидим снижение индекса потребительских цен, что создаст возможности для будущих разговоров о вероятности снижения процентной ставки. То есть наш акцент на один из аргументов слабых макроэкономических данных со стороны Канады, он остается актуальным. И я надеюсь, что в понедельник мы с вами будем констатировать слабый блок статистики из Канады и наблюдать, собственно, на своих мониторах котировки выше, чем текущее значение 1,33. По другим активам без изменений S&P в зоне консолидации мы видим то, что силы уже накоплены, он готов рвануть вверх. И надеюсь, что Трамп сегодня поддерживает американский фондовый рынок. Золото, если мы говорим про рост доллара на основании тех причин, которые я обозначил, золото, соответственно, слабеет по тем же самым причинам. Сейчас растут доходности американских трежерис, растет американец и на рынке, в принципе, есть склонность к риску. Золото проигрывает и мы видели вчера и позавчера снижение дневное, которое стало самым значительным, по-моему, за последние 5-6 недель. Я надеюсь, что мы сможем пробить поддержку 1200 долларов за трость к унцу и, соответственно, двинуть еще ниже. Важное событие сегодняшнего дня. Ждем роничные продажи по Англии в 12.30. Скорее всего, отчет будет неплохой, потому что в последний раз мы видели рост заработных вклад, что является предвосхищающим фактором для будущего показателя розницы. Поэтому жду поддержки для фунта. В 16.30 статистика по Канаде и в 21.00 отчет Беккер-Хьюз по нефтяным платформам. Ждем давление на нефть. И в течение всего дня будет, конечно же, закладываться в цену ожидания инаугурации Трампа и те возможные указы, которые он может принять, может быть, даже до конца уже сегодняшнего дня. На этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Если вопросы, задавайте их на канале на YouTube, либо на форуме о маркетинге. Увидимся, соответственно, с вами уже в следующий понедельник дважды и на брифинге, и на вебинаре, который состоится в 16.30 по московскому времени. Хорошей вам прибыльной торговой сессии. Пожалуйста, контролируйте риски. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok